Рискуя жизнью, инспектор ГИБДД задержал неадекватного водителя полкилометра. Нарушитель тащил его на капоте, а инспектор жезлом пытался расколотить лобовое стекло. В самом центре города, на Большой Покровске, инспектор обратил внимание, что автомобиль совершает странные маневры на дороге и попытался его остановить. ДПСник еле-еле держался, что даже дворник отломался, и он держался кое-как, он чудом не слетел. Я видела, как машина ехала у нас, потом мама меня спрятала. Мы быстрее за остановкой прятаться. Они же ближе к этому знаку. ДПСник, слава богу, остановил, бил по стеклу палкой. С третьего удара разбил обовуху со стороны водителя. Скорее всего, он просто реально нас увидел и детей, и из-за этого начал бить. Появилась как паутина такая, разбитого стекла, и водитель уже ничего не видел. Одного водителя вытащили, жестоко стали заламывать. Там были еще два пацана, пассажира и девчонка. Один пацан, они сразу в рассыпную побежали из машины. Пацан один сразу за угол побежал, а девчонка сориентировалась и села на остановку. А другой не успел убежать. Его тоже заломали, и как раз вот прямо вот около вот этой двери их задержали. Водителя поставили на колени, потому что он сопротивлялся. Ну, они, наверное, были реально малолетками, плюс, наверное, под наркотой, либо пьяными. Пронарушитель был доставлен в отдел полиции, где установлено, что он является 16-летним жителем Канавинского района Нижнего Новгорода. Он не имеет водительского удостоверения и передвигался на автомобиле, зарегистрированном на юридическое лицо. Дети были полной остановкой. Машину гнала на мою дочь. Слава богу, ДПС-тик остановила его. Рискнул жизнью. И сейчас молодец. Мы стали разбираться, откуда взялись эти неадекватные гонщики в центре города. История машины интересная. На ней огромное количество штрафов. Она числится за автомойкой, но хозяин автомойки утверждает, что как раз на днях эту машину продал. Правда, доказать нечем. Вообще, ее продали на разборке, так как у нее проблема с движком. То есть она не на ходу. И продали ее недавно, буквально неделю назад. Парни приехали, молодые, купили. Договорку преподавали, не оформляли. Они сказали, мы ездить не будем, мы ее покупаем на разборке. И все. Я говорю, у нее проблема с регистрацией, потому что ее нельзя снять с учета. У нас есть штрафы ГИБДД, а она на организацию принадлежит. Они говорят, мы ее снимать не будем с учета. Мы ее разберем и все. Я говорю, ну забирайте тогда. Купили дешево, то есть 15 тысяч, потому что машина ржавая, уже такая. Я их на лямки дотащил до дома и все. Отыскали мы и того самого молодого 16-летнего умельца, который купил вроде как убитый автомобиль. За неделю восстановил его и давай по улицам кататься. От интервью молодой человек отказался, но попытались мы с ним поговорить хотя бы по телефону. Как так получилось-то? Вы трезвый были, нетрезвый? Трезвый. Трезвый? А как так получилось? Вы же без прав, почему сели за руль? Лиза, где я вам могу? А что вам надо говорить? Алло. Кстати, теперь в отношении молодого человека, помимо нарушений правил дорожного движения, управления автомобилем без прав, возбудено еще уголовное дело за покушение на представителя власти. Продолжение следует... Продолжение следует...